Добрый вечер, уважаемые любители цирка! Я сообщаю вам, что сегодняшнюю программу будет комментировать для вас заслуженный артист России, человек, который связал всю свою жизнь с цирком, Борис Федотов. Здравствуйте, Борис. Добрый вечер. И человек-пружина, Иван Ургант. Сейчас я появлюсь на олене. Вот и я. Дамы и господа, добро пожаловать на шоу «Цирк со звездами Раперва». Встречайте наши участники. Бесстрашная Яна Чурикова. Великолепный Сергей Лазарев. Блистательный Ефим Шиприс. Шокирующая Ксения Собчак. Отважный Арсен Михалков. Неукротимая Анастасия Стопская. Фееричный Евгений Стычкин. Обворожительная Жанна Пыськи. Смехоподобный Сергей Белоголовцев. Красивостная Светлана Коркина. Восхитительная Елена Корикова. И, наконец, великие и прекрасные группа «Чай вдвоем». И все это «Цирк со звездами». Дорогие друзья, я бы хотел представить вам, мою очаровательную соведущую, студентку пятого курса МГИМО, девочку с феноменальной памятью, Александру Волковскую. Александра, позвольте задать вам ни к чему не обязывающий вопрос. Как вы поживаете? Великолепно. Именно великолепно. Сегодня первый этап соревнований. Сегодня впервые наши участники будут принимать участие в выступлении не в качестве реквизита, как это было на церемонии открытия нашего шоу, а уже как настоящие полноценные цирковые артисты. Вы увидели, как наши звезды трюсируют животных, поднимаются под кукол цирка и Сергея Лазарева. Ну а куда же, собственно, без Сергея? Кстати, выступление Сергея и всех остальных наших участников сегодня будет оценивать наша уважаемая жюри. Ведущая первого канала актриса Екатерина Стриженова. Легендарный клоун Геннадий Ротман, друзья. Прошу. Легендарный руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой. Актер театра и кинематографа Алексей Кравченко. У меня сразу же первый вопрос, Михаил Фимович, к вам, как к составителю цирковой энциклопедии. Скажите, какой главный критерий в оценке номеров будет сегодня? Прошу вас. Главное, чтобы ребята не убились. Остальное все мы оценим по справедливости. Звучит надежда в ваших словах, Михаил Фимович. Объясняю правила. Начиная с сегодняшнего выпуска, шесть выпусков, наши участники будут пробовать свои силы в шести основных цирковых жанрах. Это гимнастика, акробатика, клоунада, иллюзия, дрессура и то, что называется, свободный жанр. Все номера будут оцениваться судьями по десятибальной системе. После этого на седьмом шоу звезды выступят с тем номером, который набрал максимальную оценку. Затем лучшие выйдут в полуфинал. А потом, глядишь, если доживем все, то и до финала все дойдем. А теперь я хотел бы обратиться к нашим телезрителям. Дорогие друзья, голосуйте, голосуйте. Для того, чтобы голосовать, вам нужно отправить смс с номером вашего любимого участника на короткий телефонный номер 7008. Или позвонить по телефону, где две последние цифры являются номером вашего любимого участника. Чу! Я уже слышу, как за курицами бьется сердце нашего первого участника. В честь открыть первый день соревнований выпало блистательному артисту театра кино эстрады Ефиму Шифрилову. Беремся вот так, да. И вот сюда ноги. И вот сюда ноги. Вот. Когда неделю назад прошла программа в эфире, где я появился на несколько секунд с обезьянами, я дал шанс многим острейкам вообще упражняться на тему «Человек произошел от обезьяны», вообще чего я только за эти пару дней не начинался. Аккуратно. Я думал, что это легче, честно. Вот теперь после трапеции я могу вам точно сказать. Человек стал человеком только когда он преодолел страх, когда он почувствовал красоту движения в полете. Супер, берем. Ба! Я ведь там на трапеции не один. Ап. Ап. Я все время говорю «ап». Когда мне хочется на землю. Людочка. Борода. Сознание того, что на кончиках твоих ступней вообще жизнь другого человека, это многого стоит. Ты в ответе за тех, кого ты приручил. Приручил в полном, после этого слова взял в руки. Если не страшно. Мне не страшно, но я... Нет, страшно. Нет, не страшно. Фим, у тебя все получится на высшем уровне. Я в этом не сомневаюсь. Удачи. Впервые под куполом цирка загадочный мистер Икс. Ефим Шифрин. Итак, дорогие друзья, мы начинаем первый соревновательный день. И открывает его Ефим Шифрин. Борис, не ожидала сейчас публика, судя по крикам. Я почему-то не стал сначала комментировать, чтобы дать возможность вам посмотреть на это. Звучит ария мистера Икса из оперетты Кальмана «Принцесса цирка». Публика ждет, будь смелее права. За смертью играю, смелый, дерзок мой прюк. Что замирает, что смолтает вокруг. Расскажите, что тут самое сложное. Я так понимаю, что существует такое понятие, как нижний гимнаст и верхний гимнаст. Ну, вы знаете, я в свое время, в начале своей артистической деятельности, я был в акробатическом номере, работал у нас, принято говоря, выступал и работал. Я как раз был в роли нижнего акробата. Вот Ефим, это нижний? Это нижний. Нижний. Сейчас он нижний. И всегда на все овации, все аплодисменты, все похвалы, они как бы приходились на долю верхнего. В данном случае, вот сейчас мила, она в роли верхнего. Но обратите внимание, вот это очень сложный переход. Потому что, как видите, мила, она абсолютно без какой-либо страховки. У нас, в общем-то, такие номера, можно сказать, остались только на западе, когда люди работают без страховки. И высота довольно большая. Сколько высота, кстати? Нет, здесь где-то 6-7 метров. И это не то, что просто какая-то безудерность позволяет исполнять эти номера. А действительно, Фима настолько подготовлен. Что мила не боится абсолютно. Мила абсолютно не боится. И самое главное, что Фима все делает уверенно. И при этом еще актерски очень хорошо отыгрывает. Потому что здесь очень много всяких сложных моментов. В первую комбинацию, представьте себе, что Фима, он тянул носки на себя, когда руками держалась за носки партнерша. Вдруг представьте, что это один хотя бы носок вытянулся. Слушайте, ну, все зависит, конечно, от качества и носков, прежде всего, и обуви, которые одеты на артисте. И, безусловно, одно неосторожное движение. Здесь это исключено. И из парного номера номер становится сольным. Поэтому здесь, конечно, на Ефиме и Шифрине колоссальная ответственность. Но блистательная физическая форма, согласитесь? Да, Фима великолепен. Ну, ходит в спортзал, постоянно занимается, очень следит за собой. И вспомнил то, что он 30 лет назад делал в цирковом училище. Хотя, вот сейчас, обратите внимание, вот это очень сложный трюк. Очень сложный. Поднимает его на высоту более 10 метров. Мужчина как бы держит женщину в петле. Да. И был случай, когда вот такая петля, которая была на шее у партнера, она передавила сонную артерию. Все, не рассказывайте дальше, Борис. Не рассказывайте. Не, ну все обошло. Все обошлось, все живы. Слава Богу. И в нашем случае, к счастью, все тоже остались живы. Блистательный Ефим Шифрин и очаровательная Людмила Аганесианс с первым номером нашего шоу. Ефим Шифрин и Людмила Аганесианс. Я-то прошу ответить вас на один только вопрос. Ефим, сколько вам лет? В биологический возраст или как сегодня себя чувствую? Сегодня лет 18. Ровно столько, сколько миль. Почему вы выбрали именно трапецию? Из-за Милы исключительно. Нас как на заводе. Сначала повели на экскурсию, вот показывали там конвейерный, цех сборочный, вот, мастеров, педагогов, с которыми мы будем работать, партнеров. И я глазом увидел Милу и решил, что только трапецию. Мила, у меня вопрос к вам. В отличие от Ефима, у вас страховки не было. То есть единственная страховка были руки Ефима. Уверены ли вы чувствуете себя в руках известного шутника и юмориста? Очень уверены. Благодарю вас. Уважаемые члены жюри, я надеюсь, что вы готовы выставить свои оценки. Прошу вас это сделать прямо сейчас. Михаил Ефимович, я смотрю на вас, понимаю, что вы практически ровесники Ефима. Вам тоже 18 сейчас, вы так смотрите на нас. Ну, вам понравился номер, расскажите. Вы знаете, я поставил бы 10 Людмилей, как и все мы, я так думаю. Потому что Ефим Шифрин отважный человек. Но еще более отважен он потому, что ему доверила свою, в общем, жизнь эта очаровательная и прекрасная актриса. Спасибо огромное. Ефим Шифрин, Людмила Ганесьяц, 36 баллов за этот номер. Аплодисменты. Спасибо. Парш, что не сделали? Все сделали. Не, правда, что не сделали? Все супер вообще. Это было учебное пособие для меня. Я теперь буду учиться. Все, всего хорошего. Отдыхайте. Пошли отдыхать. Я уверен, что все мужчины в возрасте от 16 до 64 лет завидуют тому обурчу, который уже целую неделю во время репетиций увивается вокруг стана очаровательной Жанны Фриски. А пока Иван думает, чем он хуже овоща, давайте посмотрим, как шоу подготовка к номеру. Ну, я вижу, холосток. Это какой-то ужас. Кошмар. Это нужно подбрасывать, ловить ногой. Я поняла одно. Если они даже мне все упадут на голову, главное улыбаться и делать это непринужденно, как будто я утром перед завтраком вместо чашечки кофе кричу хулахупы. Вы сразу от меня очень многое хотите. Я даже не хочу там разогреваться, выходить в манеж, смотреть, кто как будет выступать. Ничего не хочу. Закроюсь где-нибудь в уголке, буду сидеть дышать. Настраиваться на выступление. Уже хочется так... Прыть в воду. Все там сделал, быстро и убежал. Дай наверх. Музыка замолчала. Ага, по ногтям прям. Когда бросаешь, нужно смотреть. Каким-то движением я так и не научилась, которые я разучивала на протяжении трех месяцев. Вот этот вот так называемый жангляш хулахупами, это я освоила. И мне Яна, моя партнерша, она сказала, Жанна, я уверяю тебя, что у тебя готов абсолютно нормальный цирковой номер. Вот, вот, иди, иди, вставь. Ну, я знаю, что теперь, например, на вечеринках развеселить друзей я так смогу. Я научилась, когда ты это делаешь, но теперь эта хрень меня здорово выручает. Страшно? У меня появился еще один интерес жизни и еще одна победа над собой. На арене цирка «Властелины колец» Яна Шанникова и Жанна Фриске. Ну что, уважаемые телезрители, думаю, что сейчас оживились многие из вас. Прежде всего, конечно, увидев обручи. По статистике, каждый второй россиянин 40 минут в день проводит крутя хулахуп. Ну, непроверенные данные, если честно. То, что можно сказать, допустим, о Жане, у нее очень хорошая подготовка. И, к сожалению, в этом номере она не демонстрирует полностью то, на что она способна, как цирковая артистка, будем говорить так. Да. То есть, полагаете, что все-таки не до конца раскрылась Жанна? Абсолютно. Наверное, это связано с тем, что слишком много одежды на ней эти. Глухой, под горло застегнутый костюм мешает Жане раскрыться. Ну, возможно, это. Но самое главное, это то, что с ней в паре работает Яна Шанникова, которая профессионал. А согласитесь, нужна смелость для того, чтобы выходить на манеж с гораздо более подготовленным партнером? Ну, в общем-то, думали, что это будет, наоборот, легче. Но получилось все с точностью до наоборот, как обычно это бывает. Но, тем не менее, Жанна справилась с задачей. Я думаю, что дальше, в дальнейших жанрах она себя проявит. Ну, посмотрите, вот как такое может быть. Ведь даже невооруженным глазом видно, что обручек гораздо меньше, чем Жанна. Этот трюк я просто могу понять. Веселый локатор называется этот элемент. Вот этот трюк в цирке Жанна Кула 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 называется «Бочка». Давайте посмотрим, как Жанна сделает бочку. Потому что сейчас, когда они разводят кольца, как раз напоминает такую бочку. Да, действительно. Такая веселая бочка. Ну, здесь все-таки вообще у Жанны хватило смелости сделать два сольных. Вот первое она сделала, когда крутилась на голове. Могу вам сказать, что вот это не всем удается, кто пытается это сделать. Ларис, я прекрасно вас понимаю, я многократно пытался это сделать в дуночке дома. Прилюдно. Практически невозможно выполнить. Жанна Фриске и Иоанна Шанникова. Ну что же, друзья, после того, как девушки выполнили просьбу Михаила Анатольевича вашего и показали короткое послесловие вот это, прошу вас готовиться к выставлению оценок. Я пока лишь хочу задать вопрос Жанне и Яне. Ну, все ли получилось то, что вы задумали? Я не знаю, а зрители как думают? Вот у некоторых, мне кажется, у вас возникло такое ощущение, что все очень просто, да? Вот это. Я хотел бы... Да, вы абсолютно правильно. Да. А можно... Вот на первый взгляд все очень просто. Я могу попробовать? Ну, я не знаю, если у тебя похоже на мою. Мне всегда казалось, что да. Я потом попробую после качения шоу. Прошу вас, уважаемые судьи, члены жюри, выставляйте нам оценки. Ну, хорошо, я бы хотел Геннадию обратить сейчас. Геннадий, вы можете взять микрофон? Поставили вы, ну, не очень высокую оценку. Расскажите же, почему. Ну, я просто поражен смелостью Жанны, что она вообще вышла в манеж, да еще, извините за выражение, крутила вот здесь. Спасибо большое. 26 баллов сумма за это выступление. Ты молодец, ты сделала все, как надо, ты вообще все. Я тебе говорю, ты умничка. Гусево. Ну, ничего, зато с хула-хупами все. С хула-хупами. Дорогие зрители, а мы напоминаем вам правила нашего шоу. В первых шести шоу каждый участник будет пробовать свои силы в шести основных цирковых жанрах. Это все будет оценивать наше жюри, а также в голосовании будете принимать части и вы посредством СМС-голосования и телефонных звонков. Дело все в том, что в результате финале ваши голоса будут суммироваться с результатами судейского голосования. И таким образом мы будем понимать, какой именно номер участник будет представлять нам всем в четверть финале. Об этом знаете теперь вы, об этом знаем все мы. И об этом знает Сергей Белоголовцев, который сейчас готовится выйти на арену цирка. Ничего простого в цирке нет. И даже если тебя используют просто как реквизит, все равно это какой-то невероятный и самое главное очень тяжелый физический труд. Я исчезаю из железного ящика, в который еще нужно попасть. И это действительно очень больно, потому что приходится в какой-то момент просто висеть на руках и руки бьются о края железного ящика. Это очень тяжело, потому что вот если бы я снял сейчас эту олимпийку и вот так поднял бы руки, то вы видели бы у меня вот здесь вот на трицепсах просто черные синяки. Антон, замечательный фокусник-иллюзионист, доверил мне тайну. Я обещаю сохранить ее. И вот прямо сейчас говорю, Антон, я никому и никогда не расскажу наш секрет. Я тебе обещаю, как мальчишки-бальчишки. Встречайте, Сергей Белоголовцев и Карина Багдасарова. Пока в общем период подготовки к самому номеру, хочу объяснить, что такое иллюзия. Давайте. Ну, существует высший пилотаж иллюзии, это мнемотехника. Еще называют брестережитаторы. Это люди, которые пальцами рук... Беспосторонней помощи, практически без помощи реквизита. За счет высокой техники пальцев. Оставляют 20 часов. Оставляют без часов, без монет, без всего. Вот. И существует иллюзия с крупным реквизитом. Ну, есть еще там иллюзия с цветами, там разные виды. Сейчас вот о том, что будет происходить здесь. Значит, ну, это вот небольшой такой трюк. Удался. Удался трюк, действительно. Да. Для подготовки трюка к Сергею нужен был просто банкомат и собственная кредитная карточка. Ну, и немножко техники. Существует большой аттракцион иллюзионный, где существует большой реквизит. В основном, вот, руководитель этого аттракциона, артист, который уходит на манеж, вся его задача состоит в том, чтобы хлопнуть в ладоши, а все остальное делает его ассистент. Все ясно. Исчезает в ящиках, но дальше я не буду комментировать, вы сейчас поймете, почему я это сказал. Фантастика. Вот этим номером и фокусом, конечно, многие из нас хотели бы обладать. Ну, так-то просто. Скажите, Борис, а есть ли возможность сделать уменьшенную копию этого аппарата и использовать его в быту? Ну, я думаю, что этим уже люди занимаются и давно. Многие из них уже даже отсидели первый срок, да. А то, что сделано большое, это наоборот, чтобы не привлекать внимания, чтобы люди этим не занимались. Скажите, а какая-нибудь другая валюта, например, украинская гривна, может быть... Ой, посмотрите, что происходит. Сергея, можно сказать, затянуло. Засосало. Засосало в номер. Карина, судя по ее лицу, не ожидала. Сейчас посмотрим, какие деньги из него получатся. Давайте посмотрим, действительно. Сергея поглотила эта адская машина. Что, Карина, бегаешь, все, нету сережки будет. Вот это да. Вот здесь, как раз в этом номере, Карина исполняет роль того человека, который делает хлопки. Ага. А непосредственно трюк сам выполняет Сергея. Естественно, что я не буду раскрывать секреты этого фокуса. Да, действительно, не раскрывайте секреты, тем более, что, я думаю, что никто не понимает, где находится Сергей сейчас. А, кстати, кто придумал вот этот фокус? Именно вот этот номер, который вы сейчас видите, это Антон Красильников, который у нас на проекте занимается всеми иллюзионными номерами. Его жена Карина Пудосарова. Это ее любимые номера, расслабленные она здесь себя чувствует, потому что основная работа в ее клетке с тиграми. Небольшая накладка произошла, он не смог открыть. Он занимался тем, что он вот этот шланг засовывал в рот, и руки были заняты. Я думаю, что ни у кого не возникает сомнений в актерских способностях Сергея. Вместе с Кариной они фантастически дают, составляют. Ну что, буквально три-четыре элемента было выполнено. Вот еще один. Вот еще один. Не оставлять же. Да, действительно, самодвижущийся бумажник. Японская разработка. Расскажите, как долго шла подготовка к этому номеру? Мне кажется, всю жизнь дела. Вы всю жизнь мечтали о том, чтобы у вас были полные карманы денег, вы печатали фальшивые монеты и вас надували насосом? Да. Ну а насколько важно взаимопонимание, когда вы делаете иллюзию, фокусы? Насколько важно здесь чувствовать партнеры и соответствует ли Сергей этим требованиям? Он соответствует на сто процентов. Но нужно делать одну вещь очень важную вместе со зрителем. Когда делаешь насос вот так, а зрители в это время аплодируют и делаешь так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, понятно, достаточно. Достаточно. Ну что же, уважаемые господа, прошу вас, выставляйте оценки. Щедро. Щедрые оценки. Карина Магдасарова, Сергей Белоголовцев. Спасибо. Бестолковый ученик. Нажимай, тут же все откроется. Силеный, как тебе там, сын Оля, эх. У вас профессия, по-моему, не менее страшная, чем у кантоходцев. Потому что вот оно не начинает открываться и все. Потому что не простят любую ошибку. Не простят. Ну спасибо, Антош. Спасибо, Сережа. Я тебя очень люблю. Спасибо, дорогой. Спасибо. Карин. Все, молодцы, на самом деле. Сначала. Если бы у тебя не было мужа-иллюзиониста, который может превратить меня в жабу, и брата-дрессировщика, который может скормить меня тигром, я не буду продолжать. Все. Пошли. Все, пошли. Друзья, клоунада. Мой самый любимый жанр. Хотя, если честно, я не представляю нашу следующую учительницу в этом жанре. Я, делал то, что часто и многократно рассматривал фотосессии Елены Кориковой в глянцевых журналах. Это вообще не смешно, но очень и очень интересно. Зато смешнее твоих фотографий, Ваня, я еще ничего не видела. Ты знаешь, а я не знал, что мои фотографии публикуются в журнале Мурзил. И вообще рано тебе еще на мои фотографии смотреть. Рано. Давайте лучше посмотрим, как Елена готовилась к нам. Ты первый круг еешь, а второй круг останавливаешься. По прямой мимо меня и погнула. Я играю мальчика, который пристает к девушке. Это ужасно сложно для меня. Я не знаю, как найти мимику мальчишескую. Колеса грязные. Так, так. Так, нормально? Нормально. Давай, и сюда. Так как не было огромного количества времени, может быть, еще бы неделю и что-нибудь бы пришло. Но с другой стороны, как пойдет, так пойдет. Когда ты подходишь ко мне, не обязательно мне всовывать. Подойди чуть на расстояние, чуть пошире. Думаю, что у нас получится. Лена очень переживает. Сначала я переживал, она не переживала. А когда дело подошло к съемке, ходит... Я говорю, ну что ты, ходишь так. Давай, я сказала, что потом выдадим и дадим. Ну вот, сегодня и посмотрим, как мы выдадим и дадим. И что дадут нам. Встречайте на арене цирка на Цветном клоуны. Владимир Дерябкин и Елена Корикова. Ну вот, друзья, номер клоуна, да. Любимый всеми жанр. Как вы видите, основной юмор заключается в том, что участники... Но это не Корикова. Это не Корикова, да. Это Владимир Дерябкин, одевшись в женское. Как смешно. Да, действительно. Владимир Дерябкал в колодец. Я могу сказать, что это не так-то просто, как кажется, просто ходить в женской одежде. Это я могу судить по собственному опыту. И при этом нырять в колодец. И при этом нырять в колодец. Я с 18 до 24 лет практически не снимал себя с женской одежды. И половину свободного времени проводил в колодце. Это нелегко. А вот и появляется Елена Корикова. Я просто присутствовал на репетиции, как она мучилась, когда она выезжала на этом мопедике маленьком. Довольно сложно вписаться в 13-метровый круг. И при этом еще не забыть то, что надо делать после этого. Традиционная русская сцена знакомства мужчин и женщин. Могу лишь сказать, что основой, литературной основой для этого номера послужил роман Метелла Шолохова «Тихий дон», знакомство Григория Мерехова с Аксиньей. А что самое сложное в профессии клоуна, на ваш взгляд, Борис? Рассмешить. А все остальное уже прикладывается. Потому что здесь очень много элементов. Потому что, во-первых, клоун – это единственный человек в церкви, который владеет множеством жанров. Не каким-то одним жанром, а множеством жанров. И он должен быть помимо рабата-гимнаста, еще и хорошим драматическим актером, очень хорошо чувствовать публику. Должен быть компактным. Обратите внимание сейчас, как двое участников номера поместились в такой небольшой, казалось бы, колодец. Я должен сказать, что вот Лена, обратите внимание, что она все очень точно делает. Она точно очень отрабатывает вот эту всю схему. При этом она еще успевает все это очень хорошо обыгрывать. Потому что женщина-клоун – это очень большая, очень большая рятость. Они бывают обычно не обаятельными, не симпатичными. Ну, в данном случае Лена просто с этой ролью справилась прекрасно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У многих, конечно, возникает вопрос, кто делал макияж линии для этого номера. У нас есть команда стилистов, которые этим занимаются и гримируют специально, но они были в замешательстве. Но представьте, как человеку подойти к прекрасному лицу Лены Кориковой и вот так обезобравить. И вот так вот с широкими мазками понимаю вас. Я думаю, что у многих зрителей возникло ощущение, что основные трюки-то выполняет Владимир. Но согласитесь, то, что делает Лена, не менее важно. Ну... И не менее сложно. Ну, на секундочку, вот представьте себе сейчас одного Володю. Я вообще одного Володю представить себе не могу. Не знаю. А Лену? А Лену я все время одну представляю. Ну, у вас будет возможность и у других жанров увидеть, где она солирует. Я думаю, что мы все с нетерпением этого ждем. Ну, вот традиционная схема. Русская женщина несет на руках русского мужчины под аплодисменты толпы. Владимир Дерябкин и Елена Корикова. Ну, первый вопрос. Каково себя чувствует настоящий мужчина, который вы сейчас нам представили? Лен. Мне так понравилось. У вас даже голос сел, я обратил внимание. Я настолько вошла в образ. Как вы можете оценить работу Елены? Отлично, отлично, хорошо. Настолько, сколько можно было. Репетиций мало у нас было, но... Достаточно. Я доволен. А что было самое сложное? Вот из всего того, что здесь делала Лена? Да все сложно. Вот я обратил внимание, сапоги вы одели. Размеров на 10 больше. Самое сложное было ходить в этих сапогах. В этих сапогах. Давайте посмотрим, насколько оценили ваше старание члены нашего жюри. Вы знаете, Геннадий, ну, я прошу прощения у всех клиентов жюри, но вопрос легендарному клоуну я обязан задать. Оцените это, как профессионал. Понимаете, я обожаю обаятельных клоунов. Я ставил прежде всего за необыкновенное обаяние этой прекрасной актрисы. Спасибо вам. 35 баллов. Елена Корикова, Владимир Дерябкин. Цирки со звездами. Ну что, все забыла нафиг? Как я забыла? Первую часть, первую часть, все забыла. Какую? Первая, где ты приехала, я тебе эту, ты на твое, ты сразу мое здесь все спутала. Страшно, безумно. В момент выхода на арену забываешь все. Вообще забыла все? Вообще. Ты хоть помнила, что ты Елена Корикова? Нет. Нет. Я помнила, что мне надо к тебе приставать. Дорогие друзья, раскрывая секреты цирка, я бы должен сказать, что в некоторых, как бы смертельных номерах, лишь создается видимость опасности. Ну, предположим, ну что будет, если зайдешь случайно в клетку с тигром? Ну, максимум, руку откусит, ногу сломаешь. Да и все. Но сегодня вы увидите действительно смертельный номер в нашем шоу. Ну, вы знаете, любой номер с участием Сергея Лазарева для его поклонницы Александры кажется смертельным. Волнительно первый раз выходить с первым номером. И жанр у меня такой, когда, в принципе, может все повалиться. Не будет прогонов на зрителей, да, у нас будет сразу выход к зрителям. На самом деле это очень сложно, это испытание большое. Самое сложное в этом номере – это концентрация, внимание. Это не запаниковать, если что-то произошло не так, сразу выкрутиться и сразу же пойти дальше. Знаешь, ты их подряд подкручиваешь, они потом подряд и будут падать. Я бы сделал раздобой немножечко. Вот ставь седьмую и только третью подкрути. Предготовка занимает большое количество времени. И здесь в цирке порой с 12 до 8, до 9 вечера. То есть целый день проводим здесь. Мне хочется, чтобы не было ощущения, что, ну, чтобы снисхождение такого, что, ну, это артисты, они же не цирковые. Я не понимаю, что на себя, что значит на себя. Не получается у меня на себя, мне не так неудобно. Я когда прихожу играть в театре, да, у меня спектакль есть, и ребята надо мной подшучивают, чтобы я там не перепутал слова и в определенный момент не сказал на сцене. Я оставляю какие-то вещи, конкретные жанры, но потом, но попозже, потому что я знаю, что у меня есть куда стремиться, и я чувствую силу, что я могу вырасти больше. На арене Сергей Лазарев и столовый сервиз эпохи Людовика XIV из личной коллекции Михаила Швыдкова. Сергей Лазарев себя пробует во всех жанрах. Мы знаем прекрасно, что по образованию он драматический артист. По основной профессии певец лирического толка. Видите, даже петь здесь не стал. Да, кстати, обратите внимание, очень сложно профессионалам к концу удержаться и не спеть. Мы сейчас, пока Сережа закручивают эти тарелочки, я вам расскажу, что, потому что многие сейчас спрашивают, что такое свободный жанр. Да, расскажите. Это, в общем-то, термин, придуманный нами специально для этого проекта. Такого жанра, кстати, не существует. Просто мы решили, что научить жонглировать невозможно. Мы предложили артисту на выбор. Кто-то хочет попробовать себя в жанре эквилибра, кто-то в жанре чисто жонглирования. Значит, вот Сереже предложили сделать вот этот номер с тарелочкой. А правильно я понимаю, что прогулки по канату над манежем – это тоже свободный жанр? Ну вот, Сергей Лазарев выбрал для себя веселую судьбу повара, который раскручивает тарелочки. Сложность себя заключается в том, что… Чтобы не дать упасть тарелку. Нет, это само собой, это как результат. А сложность заключается в том, что надо вот в этом четком режиме закрутить вот эту трость. А-а-а. Потому что нужно ее очень хорошо почувствовать, вот эту трость, чтобы она закрутила вот эту тарелочку. И потом вот эти дальнейшие подкручивания. Вот видите, вот тарелка вот-вот падает, но стоит ему прикоснуться и в этом ритме начать закручивать трость, и тарелка опять возвращается в свою нормальную дистанцию, в положение. Очень сложный момент. Ну, Сережа молодец, он великолепный актер. Не пропускает репетиции? Нет, нет. Он физически подготовлен очень хорошо. Просто хорошо физически развит, безусловно. Ну, он немножко занимался гимнастикой, правда, совсем немного еще в детстве. И, в общем-то, сейчас это помогло. И, в общем-то, сейчас это помогло. Эх, ты одна упала. Я думаю, что он сейчас это все повторит. Ну, это признак хорошего, хороших манер в цирке, хорошего тона повторить тот номер, который у тебя не получилось заректировать. Ну, бывает, бывает и так. Это закон или нет? Нет, это абсолютно не закон, но есть номера, где специально вот это... Ну, в данном случае, я думаю, что это не было запрограммировано, потому что ребята настолько переживают за все номера, они стараются все делать с первого раза. Ну, давайте сейчас посмотрим. Получится? Нет. И снова ложка упала. Но при этом, надо еще, вон, видите, вот она упала, совершенно спокойно. Давай, 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 хочется крикнуть ему. КОНЕЦ Ну, все. Все тарелки собраны. Ну, я думаю, что он не успокоится. Вы думаете, он все-таки повторит вот этот трюк? Думаю, что да. Попытается выполнить весь трюк с ложками и стаканами? Ну, да, конечно. Он его делает элементарно. А вот смотрите, Юлия Волкова из группы «Тату». Добро пожаловать в эти дни. Ну, что, посмотрим. Есть. О, вот это молодец. Сергей Лазарев и Евгения Новикова. Первый вопрос. Утилитарный. Сколько тарелок было разбито мальчикам во время репетиции? Не сосчитать. Сереж, для тебя что самое сложное во всем, что мы видели, было? На самом деле, нужно быть очень внимательным по отношению к тарелкам. Все видеть. Глаза должны быть и на затылке, и везде. И, конечно же, тяжело было поймать, закрутить. То есть я учился закручивать тарелки, наверное, ну, недели три. То есть у меня просто не получалось. Я не понимал, как это делать. Но потом в какой-то момент получилось, и, в общем-то, закрутил все десять. А я бы хотел сейчас... Обратите внимание. Совершенно очевидно, что члены нашего зрительского жюри, наши зрители, голосуют для тебя. Давай посмотрим, как проголосует наша авторитетная главная жюри. Вы знаете, я хочу выразить свой восторг. Меня, как зрителя, Сергей держал все время в напряжении. Я так волновалась, что он не успеет какой-то тарелки. Обратите внимание, ведь он сам делал этот номер. Ассистентка ему только помогала. Сергей, аплодисменты и отметка 9. Я, во-первых, восхищен даже этим прекрасным номером. И я уверен, что теперь вам можно спокойно совершенно входить в манеж. Поставил 9 только по одному. Тарелок-то в моем сервизе было 24, а осталось всего 10. Вы еще не знаете судьбу супницы, Михаил Ильич. Прошу вас. Ну, меня, во-первых, поразило, что за такой короткий срок непрофессионал в этом жанре, а можно сказать, осилил этот жанр. Это очень сложный и тяжелый. Но единственное, что я не мог поставить десятку, извините. Я, как профессионал, должен учитывать минус завалы, как у нас в цирке говорят. Спасибо, молодец. Тем не менее, друзья, несмотря на эти завалы, Сергей Лазарев становится лидером. 37 баллов. Молодец, молодец. Ну, конечно, я, честно говоря, когда первые два раза не залетели ложки, когда, в принципе, у меня все тарелки крутили, все было в порядке, второй раз не залетели. Ну, я подумал, ну, неужели сегодня не залетят вообще ложки? Я подумал, что все-таки все равно сделаю. После того, чтобы номер закончился, я собрал все тарелки. Самое верное было принято решение. Именно потом, было выполнено задача максимум. Он шикарно выводил, выводил, он выводил в шикарно. Чтобы они не просто как вертолет крутились, и чтобы они не упали. Вот это, это самая серединка, так грань, когда на самом деле зритель был наград. На самом деле, зритель простричал, я удивлен, все десятки. Я все десятки ставил. Молодец, молодец. Спасибо. У жизни для опоры для Светланы Хоркиной были брусья, бревна и козлы. Ну, а теперь, друзья, Светлана поддерживает настоящие мужчины. И не только поддерживает, но и подбрасывает. И, что самое главное, в отличие от козлов, ловит. Светлана Хоркина, Светлана Хоркина везде. То есть, человек, который считается, ну, я считаю достоянием нашей страны. То есть, человек с мировым именем. Поэтому работать с ней просто на удовольствие. Талантливый, умнейший человек и совершенно скромный. Только ногу поставь нормально, а то мы не попадем с тобой. Ну, ты еще раз, мне носочек ставить или целую? Мне что нравится в этом жанре, потому что, когда я на пятую точку приземляюсь, меня мои партнеры носят на руках. А я так люблю, когда мужчины носят на руках женщины. Чего, дочек, привет. Мои мальчики, мне нравится? Давайте сюда, разворачивайтесь. Пойдем. Разворачивайтесь. Поехали. Ну, давай, давай, стоишь, стоишь, стоишь. Вот так, отлично. Много общего, конечно, это трюки, это сальто. Одно, два сальто, сальто вперед, сальто назад. Делаем. Днешь ты, емае. В чем-то проще, потому что здесь мне помогают отталкиваться и меня ловят. В спортивной гимнастике за свои действия я отвечаю сама. Сложно, что я никогда этого не делала просто. Здесь я должна работать и доверять партнерам своим. Поэтому для меня это как-то ново. Я доверяю, но проверяю всегда. Это вот тут два ложных беда этих ребра. Здесь разрешаются разные бусы, блестки. То, что, в общем, в принципе, малопозволительно в спортивной гимнастике. Здесь существует спортивный азарт, спортивные состязания. И это очень-очень мне нравилось всегда. И я завелась, и я буду бороться до конца. Таких женщин, как Светлана Хоркина, не кидают. Их подкидывают по 15, а то и по 20 раз за номер. На арене короли акробатики и королева спортивной гимнастики Светлана Хоркина. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте пожелаем Свете удачи. Она нужна всем участникам нашего проекта. Да, все-таки два года. Это для гимнастов, для спорта и для цирка, в общем, довольно большой срок. Она нашла все бессилы и мужества вернуться. Два года Светлана Хоркина не тренировалась. Это было связано с тем, что Света подарила себе и нам наследника. Почему я сказал нам? Ну, поклонникам Светланы я имею в виду. Ну, может, он, когда вырастет, тоже станет звездой мирового уровня. Не может быть, а точно. Во всяком случае, я думаю, что все участники проекта помогут Светлане, чтобы ее сын достиг высот не меньше, чем их мама. Ну, вот, обратите внимание, кажется, что, в общем-то, Света делает довольно привычные для нее вещи. Но разница, как мы с вами понимаем, в том, что в отличие от одиночных выступлений в спортивной гимнастике, сейчас вокруг Светы увиваются трое сильных подготовленных мужчин. Здесь вся сложность состоит в том, что когда она на спортивных снарядах, она балансирует сама и отвечает сама за себя. А здесь это категорически невозможно, потому что, если она попытается как-то выровнять свое равновесие, то уже нижние партнеры, они ничего с ней не смогут сделать. Я могу сказать, что Света, безусловно, очень смелая девушка, потому что я убежден, что будет очень много разговоров и пересудов относительно того, что Светлана лучше подготовлена. Вот обратите внимание, именно таким же способом меня в свое время в любом русском снарядах. Знаете, в репетиции они крутили три пируэта, а сейчас она закрутила четыре. Четыре? То есть на один больше? Да. Даже неожиданно для себя. Ну и, конечно, она актерская очень хорошо справляется, просто отлично справляется. Ну, Света играла в театре, и, безусловно, она является одной из самых артистичных спортсменок, а сейчас уже фактически, наверное, она уже является одной из самых спортивных актрис. Да, ну что там. Мужчина, конечно, не упускает возможности приезжаться к Свете, обнять ее. Это ее главный тренер Сергей Беличушкин. Тоже, кстати, он был великолепным акробатом, артистом. И сейчас тренирует? А сейчас он тренирует, и за много лет первый раз вышел на манеж в этом номере. Ну, я думаю, что с удовольствием. Сергей Гречушкин, Александр Сидоров, Алексей Большаков, ну и, конечно, Светлана Коркина. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько ты не тренировалась после того, как ты, ну, какое-то время покинула спортивную гимнастику? Два года. Два года. Сколько лет твоему сыну? Год и семь. Год и семь. Была вполне уважительная причина, когда ты это не делал. Это я сказал лишь для того, чтобы ни у кого не возник, спасибо за аплодисменты, ни у кого не возникло ощущение, что тебе слишком просто, и у тебя есть преимущество перед национальными участниками. Скажи, как тяжело было ли входить, вот привычная ли система тренировок здесь отличается ли это от спортивной гимнастики? Когда женщина рожает, она сама рождается заново. Поэтому можно сказать, я вообще родилась заново, и, в принципе, это первые шаги в цирке, в спорте и так далее. Ну, хорошо, тогда спрашиваю у мужчин, уважаемые мужчины, как вы оцениваете физическую подготовку Светланы Коркиной к номеру? Десятка. Двадцать. Тридцать, понятно, да, ну, логика ясна. Хорошо. Уважаемые члены жюри. Понимаете, я все-таки считаю, что гимнастика и цирк, они где-то рядышком. И поэтому для меня, вот, как бы, удивление, как вот, что такое, вы сами говорили, что цирк, это прежде всего удивление. Вот, ну, как бы, для меня особое удивление в том, что даже Светлана сделала два, по-моему, впервые, там, кажется, для меня все равно это не было большим, как говорится, таким удивлением. Извините. Я думаю, что она в клоунаде получит десятку. Вы нам тут обещания не давайте, знаете. Тем не менее, у Светланы Хоркиной 35 баллов. Спасибо огромное. Молодец, у нас был лучший вариант. Слушай, ну, классно было, в классном любом случае, я могу сказать, что у меня... Все, молодцы. Первый у меня так... Пошло, да, дело. Знаешь, я на гладком думал, что-то случится там, потому что ты так что-то стоял, думал идти, как бы не учить. Нормально, все, молодцы, просто, молодцы. Вертушку вообще сделаю. Отработали. Ты четыре сделала? Я четыре сделала? Четыре, четверную вертушку. Никто так не делал. В общем, я не могу одну вещь сказать. Значит, Чур Ротман сказал, что он как бы не очень впечатлился сюда. Ну, да. Когда он работал, я тоже не очень впечатлился. Ну, справимся. Могу точно сказать, знаешь. Не, в любом случае, мы сделали без помарок, слава богу. Да, по-моему, отлично. Знаешь, а я там заигралась так, что... Приняк, приняк. Приняк, приняк. Не знаю, Голливуд позавидует. Дорогая Саша, ответь мне на прямо поставленный вопрос. Кто твой любимый участник на проекте, естественно, помимо Сергея Лазарева? Женя Стычкин. Это интересно почему? Когда я на него смотрю, у меня шея не затекает. Неплохо. Ты знаешь, я думаю, что сейчас будет затекать шея у всех зрителей цирка на цветном. Под куполом цирка опаснейший дебютный номер исполнит Евгений Стычкин. Раз, раз, встал. И прижать бедро, да, и в бедро все время. Первый номер у меня ремни. Я стою, держусь, видите, за палочку. Я уже стоять просто не могу. Тяжело это очень. Вообще люди этому учатся много-много лет, а мы должны сделать это быстро, поэтому мне до смерти страшно. Меня поднимают на 12 метров над куполом цирка, у меня нету страховки, а в руках две маленькие веревочки. Я не хотел бы фантазировать по поводу того, что со мной будет, если что-нибудь пойдет не так. А назад куда я забыл? А обратно открыться. Вот, 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 холень вместе, да. Выше поднимай, выше поднимай. Проследи за ногами, проследи за ногами. Разнорочка. Когда первый раз меня тренер поднял, он наверх, он мне командует, обрыв. А передо мной 9 метров, у меня в руках две веревочки, причем еще с новым креплением. У меня даже сейчас вот руки мокрые, когда я это рассказываю. Ну вот, в общем, это неприятно, я так и не оборвался. Вот теперь это надо сделать во вращении. И когда ты возьмешь группировку, крутка увеличится. Я сделал достаточно опасную вещь. Я поставил самый сильный, самый трудный свой номер первым. Но я намеренно завышаю изначально себе планку, для того, чтобы потом я обязан был к ней подтягиваться. Очень скоро я буду такой же здоровый, красивый, как Павел. Я пытаюсь только спать и есть. Это единственные два занятия, которые просто физиологически мне остались необходимы из-за количества работы. Вот на это хватает времени, просто потому что иначе бы я помер. А это я не могу сделать, потому что впереди еще много программ. Евгений Стычкин. Воздушная гимнастика на ремнях. Вы знаете, уважаемые телезрители, мне посчастливилось, да и Борису тоже, что скрывать, увидеть этот номер на репетиции. Пожалуй, мы здесь воздержимся. Боря, предлагаю вам от комментариев. Единственное, пока Женя готовится к номеру, могу сказать, вы видите, у него запинтован палец. Он буквально накануне получил травму и все равно пересилил себя, отработал великолепно. Сейчас это выглядит. Давайте просто посмотрим на номер в исполнении Евгения Стычкина. Я могу лишь добавить только одно, что в зале присутствуют дети, многочисленные дети Евгения и его жена. Я объяснить не могу, Борис, того, что я сейчас вижу, потому что для меня это абсолютный шок. Дело в том, что я могу сказать одно, что если человек талантлив, он талантлив во всем. И Женя, когда он пришел к нам первый раз, и он даже понятия не имел даже об этом жанре воздушной гимнастики, не говоря уже об этих ремнях, на которых сейчас он исполняет великолепные трюки, которым, в общем-то, могут позавидовать профессиональные цирковые артисты, работающие в этом жанре. Вы знаете, я много лет уже знаю Евгения, я даже не подозревал, что он находится в такой фантастической физической форме, ведь это нужно быть просто готовым, чтобы выполнять эти элементы. Женя выполняет этот номер под ирландскую народную музыку. В зале присутствовало несколько сотен ирландцев, и многие из них приветствуют Евгения Стоя друг на друге. Это традиционное ирландское приветствие. Причем он эту музыку для этого номера выбрал сам. Самостоятельно, да? И даже мало того, что его мама, балерина, она приходила и репетировалась. С ним? Да. Да вы что? Ну, в последние дни, когда уже постановочные репетиции, все, и мама приходила постоянно. Борис, сколько понадобилось Жене времени, чтобы отрепетировать этот номер? Ну, вы понимаете, дело в том, что точно, он сказал, по времени невозможно, потому что актеры люди, имеющие мало свободного времени, потому что постоянные съемки, и, ну, если так чисто времени, ну, где-то полтора месяца. Полтора месяца. КОНЕЦ Вот это сложно, очень круто. Он практически выполняет передний бланш. Я не знаю, простите, друзья, как сейчас смотрели, наблюдали за этим номером трое детей, младшая Александра, Леша и Лева, и жена Катя с канави. Просто вас не подвел. Это потрясающе. Я не знаю, как вы разрешили ему участвовать в этом проекте. Браво! Жень, расскажи два слова действительно о подготовке к этому для меня не то, что сложному, а невозможному номеру. Павел Яблочков, мой тренер и учитель, и только благодаря ему я все это сделал. Большое ему спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Слов мне. Спасибо большое. Я знаю, что это за жанр. Для меня просто вы открытие какое-то в этом жанре. Спасибо. У меня пока шел номер, все время спрашиваю, ну, это артист чего? Я говорю, артист, ну, артист чего? Я говорю, чего? Театр и кино. А теперь цирк. Женя, главное, не уезжай в цирк Дюссали. У меня такое ощущение, как будто ты всегда и постоянно работаешь здесь. И костюмчик у тебя неплохой. АПЛОДИСМЕНТЫ Простите, пожалуйста, просто очень часто так вот с экрана телевизора кто-то передает кому-то привет. Я хочу тоже воспользоваться этой возможностью. Простите. Ну, правда, честное слово. Дело в том, что у меня был очень любимый крестный отец, Антон Владимирович Ромашин. И у его сына, он сейчас здесь, Дима Ромашин, у него день рождения. Вот я хочу его поздравить. Димочка, твой... С днем рождения. Евгений Стычкин. Все сделано. Ну что, нам как трубка надо делать. Не дотянул, не дотянул маленько. Вот это вот. Дотянул. Дотянул. Второй раз дадут нам, мы отработаем лучше. Да? И добавим 3-3. Спасибо большое. Давай, всем удачи. Ваня, ты знаешь, я узнала, что цирковые собаки знают в два раза больше команд, чем простые. Например, классические. Сидеть! Лежать! Голос! Думаю, что во время выступления вместе с Ксенией Завчак это им не сильно помогло, ведь они не знают такие команды, как Гламурненько, Шоппинг и Фу, как Нистин. Я вообще животное, честно говоря, побаиваюсь. И главное, что животное это чувствует. Поэтому я решила так скромненько по пуделькам. Пуделя, конечно, хорошие животные, в том смысле, что до смерти не закусают. Но, как говорит мне сама дрессировщина, он говорит, понимаешь, есть один нюанс, Ксюша, они в репетиции могут все делать нормально, но ты выйдешь с ними на манеж, и, в принципе, есть вероятность того, что они вообще ничего делать не будут. Я говорю, что мне-то тогда делать, Ась? Построже? Поэтому, если честно, я очень нервничаю. Делают они не совсем то. Плюс у меня достаточно сложный трюк есть с большой собакой, которая на меня кидается. И на самом деле это очень больно. У меня уже разбита губа, замазаны какие-то царапины. Если она неправильно прыгает, я очень больно ударяюсь. У меня было практически до сотрясения мозга. Самое ужасное, что когда я встала, у меня кружится голова, идет кровь из губы. И мне дрессировщица говорит, так, надо сейчас повторить еще раз. Ты должна себя заставить, потому что, если вы после неудачного опять не сделаете, собака вообще больше на этот трюк не пойдет. Я вот с этой вот окровавленной губой, у меня звездочки перед глазами, потому что у меня собака конкретно вот так вот в барьер. И, собственно, прошли еще раз, но она пока еще боится. Вот с этим проблемой. Ты одна работаешь, одна выходишь в манеж, и дрессируешь одна животных. Никто сейчас не делает самое-то. Все с кем-то выходят, все. А ты одна дрессируешь собак. Я желаю тебе удачи. Во время репетиции она бросала мне сахарок, и я ловил его на лету. А сколько мужчин готовы плясать под ее дудку. Посмотрим, произойдет ли то же самое с дикими, необузданными хищниками. Ксения Собчак и ее подопечные. Ну что же, одиозная фигура. Это я сейчас глядя на фигуру Ксении и сообщаю всем вам. Ксения Собчак. Как вы считаете, Борис, удачно ли Ксения влилась в коллектив звезд, которые выступают цирку? Ну, в первую очередь, я должен заметить, что она очень удачно влилась в коллектив цирка. Потому что первое ее появление было как раз так, Ксения Собчак, который мы привыкли видеть. Мы как-то настороженно относились к тому, как это вдруг она сейчас ей предложит что-то сделать, перевернуть через голову, и как она это воспримет. Ну, такое ее состояние длилось ровно пять минут. Пока вы не достали хлыст? Нет. Нет, пока она не вышла на манеж, она переоделась, и с этого момента мы просто не можем ее выгнать из цирка, потому что она требует постоянной репетиции. С канату ее просто не выгонишь, потому что она там часами бродит по этому канату. Вы аккуратнее смотрите, главное, чтобы она не прописалась в цирке, потому что потом ее точно уже будет не выгнать. Ну, я вам должен сказать, что если такие люди, как Ксения Собчак, я не имею в виду ее популярность, а такие трудоголики, как она, будут приходить в цирк, то от этого циркового искусства только выиграет. Ну, невероятно приятно это слышать. Все же заставляет ребенка поднять ногу. Это моя соведущая, кстати. Девочка-робот из Малайзии. Как долго животные привыкают к абсолютно чужому постороннему человеку, которого до этого они только видели в телевизионных передачах? Ну, я думаю, что собаки даже по телевизору Ксению не видели. Вот сейчас смотрите момент. Эта собака, по-моему, все-таки видела Ксению, судя по тому, что она сделала. Ну, вы знаете, тут даже вот момент, когда Ксения репетировала вот этот номер, трюк шел великолепно. И когда ищили вот эту юбочку, которая сзади, вот эта розовенькая на ней, и собака увидела вот эту юбку, и пришлось несколько дней приучать собаку, чтобы она только ударила в спину. Не успела собака привыкнуть к Ксении, как пришлось привыкать к юбке. Вот, и поэтому то, что Ксения, вот, у нее, как она сама говорит, у нее синдром отличности, она старается, чтобы у нее было лучше, чем у всех, и она старается, и, в общем-то, у нее многие вещи получаются. Здесь вот эти животные, они не к каждому человеку могут пойти, не к каждому человеку могут привыкнуть за такой короткий срок. Потому что действительно, когда пришла на первую репетицию, она чуть не расплакала, потому что эти собаки, ну, просто на нее внимание обращали. Обращали, не брали автографов, да. Абсолютно. Не спрашивали, как попасть в Дом-2. Да, это правда. И тем не менее, обратите внимание, по-моему, Борис, может быть, это только у меня, у меня профессионал, присутствует взаимопонимание между всеми и самыми. Абсолютно. Ну, вы же видите сами. Все трюки исполняются безукроризненно. Просто придраться здесь нефть. И потом актерский вытягивает все очень четко. Ну, и традиционная прогулка. по набережной Круазет. Прекрасно. Спасибо, Ксения. Я бы хотел спросить у вас, Ксения, ну, насколько тяжело поддаются дрессуре эти страшные кровавые саблезубые хищники? Вы знаете, не поверите, вот в данном случае обманула сама себя, потому что я панически боюсь животных, в том числе и собак, и подумала, ну, пудельки-то с ними как-то вот полегче. Но ты не представляешь, как проходили первые тренировки. Первой недели две я вот так стояла, как, пардон, дурочка, и кричала, цаца, ко мне, Лена, ко мне, и никто не шел. Я видел, вы стояли на цветном бульваре, кричали, Лена, ко мне. И действительно, никто не шел. Я обратил внимание, что я их приодела, вот эти страшные... Что вы говорите, вот эти все украшения, это с вашего, можно сказать, плеча. Девочки, вам страшно повезло, конечно. Уважаемые члены жюри, прошу вас. Я думаю, что такое очаровательное, я Ксению не видел никогда. Очень идет розовый цвет, и вообще, она управляется собаками, любительно так же, как с людьми, но с собаками немножко ласковее. Прекрасно. Спасибо огромное. Итак, уважаемые друзья, 35 баллов получает Ксения Собчак. Ваши аплодисменты Ксении и ее очаровательным помощникам. Ксении и ее очаровательным помощником. Стой, 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 стой. Слушай, последний комплимент, я сказала, на всех раз, два, а ты нет, все равно пусто. Я уже у меня все трясется. Я рада была, что они там ничего не наделали. Я тоже, поэтому я их подкормила, они же там могут накакать. Да, 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 позорили. Ну, слава богу. Все удалось. Вот главный человек, вот это он меня всему научил. Она. Человек вон. Нервотревка. Такая нервотревка. Слава богу. Все время на сцене, все время думаешь, прыгнет на тебя, не прыгнет. Получится, не получится. Погуляла, не погуляла. Но все получилось. Слава богу, я тебя поздравляю. Спасибо. Ты умный, ты герой. Давай, давай. Ты же герой. Чем легкомысленнее дети, тем солиднее родители. И наоборот, вот, к примеру, мой отец. Веселый, залихватский рубаха парень. Даже странно, как у такого человека мог родиться, такой унылый, грустный, бессмысленный ребенок, как я. Ты это к чему? Это я к тому, что я видел, как Артем Михалков репетировал свой замечательный клоунский номер и вспомнил по неволе. Ну, ты сама понимаешь, кого. Ну, конечно. Кто же не узнает Никита Сергеевича? Давайте посмотрим, как Артем готовился к номеру. Глазами провел. Медали. Для начала я выбрал для себя клоунаду. Ты туз вообще. Ты самый туз. Сначала мне показалось, что это очень ротижано. Но когда мы с этим прикоснулись, оказалось, что это безумно, безумно сложно. Там очень много должно быть органики и импровизации. Самое сложное – это заставить зрителя сопереживать твоему характеру. Представляешь, что надо сделать во фраке и вот в этих красных сапогах штаны заправляли. Ковхоз такой. Мак в деревне. Когда ты начинаешь повторять, существует некая наигранность, что плохо. И вот только через три-четыре тренировки ты уже входишь в ту свободу, которую он тебе показывает и дает. хотелось бы все-таки, чтобы зритель, опять же, тебя воспринял как настоящего клоуна и оценил твои шутки, которые ты им предлагаешь. Встречайте! Коверный Артем Михалков! Вот скажите, Варис, что такое вообще коверный? Это клоун или это кто? Ну, это жанр, потому что есть, ну, я, может быть, сейчас перечислю, не все, есть вот клоун коверный, клоуна ковра. Клоуна ковра это клоун, который заполняет паузы в тот момент, когда меняется реквизит на манеже. основная его функция это все-таки потянуть время, да, для того, чтобы артисты... Потому что так же этот клоун, так он и появился в свое время, когда человек в момент, одетый в униформу, в момент установки реквизита, он смешно упал, там, запутался в ковре в опилках, и вот с этого пошел этот клоун ковра. Зал разбирался? Да. Мы любим, когда падают люди. В данном случае это больше буфонадные клоуны, но так как они пародируют иллюзионный номер, то вот этот черный фраг это вот как раз атрибутика иллюзиониста. Куда делась собака, интересно? Ну, пока мы разговаривали, эти собачки исчезли. Собака исчезла. На пороге карьеры иллюзиониста стоит Артем Михалков. Артем очень сложно, потому что он самый последний пришел на этот проект, и у него очень мало времени было для подготовки. Смотрите, опять собака появилась. Что хотят, то и делают с ней. Мастерство иллюзионистов. Иллюзионистов. Действительно. Конечно, один из основных элементов иллюзии это умение красиво подать себе в позиции. Да, как у нас в свое время говорили хлопнуть в ладоши так, чтобы по рукам и не промахнуться. Да, это очень сложно. Артем провел много дней и ночей репетирует. Это сложный элемент. Ударить в ладоши, не промахнувшись, это сложно. Несчастную женщину выверли. Это традиционно. Я, знаете, вот это... Я со многими разговаривал. Очень многие люди боятся садиться в цирке на первые ряды, чтобы, не дай бог, их не вытащил. Да, я сам, когда не сажусь. Не дай бог вот так показаться. Сейчас можно стоять, улыбаться, но уже понимаешь, что ты... Что, конечно, это плевок в вечность такой. Позор на всю страну сейчас смотрит по Первому каналу. Несколько миллиардов человек. Причем наоборот. Девушка сейчас прославится. Все подумают, что она специально, что это партнерша. Сейчас интересно, как исчезнет Константин. Ну-ка. Французский связной называется этот номер. Иди исчез. Константина нет. Да, я так и думал. Интересно, можно ли делать эти номера в домашних условиях, Борис, как вы говорите? Ну, я думаю, что да. Особенно, я думаю, что они будут удачно выглядеть в роли мужа, который возвращается поздно ночью. Да, это, наверное... Без зарплаты. Без зарплаты. Приходит домой, встречает его жена в компании с тремя мужчинами, и все вместе они начинают показывать иллюзию. фокусы. Немножко не туда, видно. Заблудился. Заблудился сейчас. Статин, вот, пожалуйста, появляется. Ну, очень четко отработанный номер, согласитесь, Борис. О, пожалуйста, вот вам жест. Жест настоящего иллюзиониста и немножко себя взял за органы малого таза. Исчезла женщина. Да. Но я просто не хочу раскрывать... Не раскрывайте, Борис, да, пожалуйста. Нет, не секретов этого номера, а дальнейшего участия Артема в этом проекте. он, в общем-то, себя еще покажет и... Ну, вы знаете, мне кажется, что он и так себя уже достаточно показывает. Ну, сейчас он себя показывает больше как драматический артист. Да. Ну, закончим номер. Нет, еще, видите, кое-что осталось. Несчастная женщина сейчас стоит на пике славы. На пике славы. Представляете, что она сейчас думает? Я могу себя представить, да. Думает, интересно, утюг я выключил, когда выходила из дома? Или все-таки оставила включенную? Победила дружба, как и всегда. Давайте все вместе, друзья, поаплодируем и Константину Устинцеву, Артему Михалкову и замечательной даме. Партел, как рано вы обнаружили в себе задатки настоящего иллюзиониста? Например, неделю назад. Ровно неделю шла подготовка этого номера. Ну, на самом деле, с детства мечтал показать этот трюк. Вот благодаря Константину мне кажется, то, что смогли, то и показать. Костя, что самое сложное вот в такой пародии на иллюзию? Говорить. Да, Вы же мим, простите, да, действительно. Зачем я вас спросил? Хорошо, ну, не могу не задать вопрос один, Тём, ну, не могу, ты уж извини, ну, так уж. Ну, в общем, папа что сказал, когда узнал, что ты в цирке будешь выступать? Он пока не знает, не говорите ему. Уважаемые судьи, мы просим вас оценить блистательную попытку Артёма Михалкова погрузить нас в волшебный мир и иллюзии. Артём, прелестный, совершенно, артист, прекрасный артист, потому что рядом с Костей работать очень трудно, а девушку жалко. Спасибо огромное. Артёму Константину 29 баллов набирает этот магический дуэр. Артём Михалков и Константину Сьянцев. О, да, непросто. Оценки видел. 7, 8, 7. Как оценивать акробатов, которые прыгают 5 сальто и клоуны, которые работают вот здесь, да, вот всё внутри. Результат последний. Пока. Пока. Субтитры артём, когда девушка очень, знаете ли, прикольно лететь на манеж, а вот так вот в миллиметре от лица копыта такое всё. Жанр рискованный, жанр ничем не подстрахованный. После нескольких падений она мне сказала одну вещь, я буду репетировать до такой степени, чтобы лонжу с меня сняли. Я не чувствую себя в безопасности, несмотря на то, что я наряду. Я знаю, что она меня не спасёт, если я вдруг упаду. Людям со стороны кажется, что там ничего нет, особенно просто люди танцуют на коне. Подумаешь, я сейчас встану, а либо дурак может. О! На арене бесстрашная доездница Яна Чурикова! Женщины периодически джекитами предвещают появление наездников. И вот появляется Яна Чурикова на коне. На боевом коне кумаче. Кумач, да, за выводом коня. Должен сказать, что Яна, она первая пришла на этот проект. И, в общем-то, у неё был выбор. Она могла выбрать для себя что-то полегче, попроще. Более простое. Да, но вот она выбрала именно вот этот. Этот жанр называется гротеск-наездница. Гротеск-наездница, да? Да. Потому что я видел много номеров, где лошадь двигалась раза в четыре. Быстрее? Нет, дело не в том, как движется лошадь. А в чём? А в том, что исполняет человек на лошади. А-а-а. Потому что, когда в номерах джигитов лошадь идёт в голову, и в основном там все трюки исполняются на седле, вокруг седла, различные обрывы. Да. А здесь, и вот сейчас вот вы видите, Яна стоит на лошади. Это, в общем, это довольно сложно. Ну, если вы просто хотите попробовать, я даже не предлагаю вам залезть на лошадь. Да, огромное, друзья. Да, вы хотя бы спуститесь в метро и попробуйте постоять, не держась за поручни в момент, когда поезд трогается, останавливается и движется. А-а-а. Я думаю, я думаю, что, кстати, мы всем это можем предложить, друзья. Давайте спустимся в метро и попробуем держаться за поручни. Ну, Яна берёт традиционный красный флаг для этого номера. Красный флаг в нашей стране в течение долгих лет символизировал радость и смелость. Яна молодец, она очень упорная, она приходит на все репетиции. Могу сказать одно, что номер она довела до конца и отработала все трюки, то, что планировала, то, что репетировалась, великолепно. Ну, ничего. Спасибо тебе, Яна. Спасибо. Что было самое сложное и мне показалось или чуть-чуть раньше ты спрыгнула с Кумача? Так ли это? Или это всё прошло так, как было задумано? А пускай это останется на совести моей Кумача. Я так думаю. Это загадка теперь. Теперь это загадка. Ну, посмотрим, разгадали ли эту загадку члены нашего жюри. Я знаю, как работать с лошадьми. В кино мне неоднократно приходилось скакать и в корсете делать всевозможные трюки на лошади. Лошадь – это очень умное, хитрое животное со своим характером. Поэтому заставить её слушаться довольно сложно. Яна с этим справилась. Молодец. поэтому девять баллов. Тридцать четыре балла набирает Яна Чурикова вместе с Яной Шаликовой за этот номер. Спасибо огромное! Малыш, ну ты вообще плагом. Чего же ты так передёргала всё это? Ты на самом деле испугалась плагом. Потому что надо было плечо, и надо было просто стоять. А ты начала мотать, и его начала дёргать. Ноги у тебя ушли, и всё. Но всё равно умничка. Было круто? Умничка. Адреналина как? Нормально тебе? Я думала, что будут меньше оценки. Ну, извини, это сложный жанр. Ты знаешь, Александра, я вспоминаю сейчас годы своей мятежной, студенческой юности. Я так сильно нуждался в деньгах. И помню, это толкнуло меня даже в объятия игроков на пёрстке. Знаешь, это моё первое знакомство было с волшебным миром фокусов. Я бы даже их назвал фокусов. Но уже потом, когда спустя несколько лет я сумел выкупить родителей из комиссионного магазина, я зарёкся никогда больше к фокусам близко не подходить. И только в цирке на Цветном бульваре я сумел преодолеть этот страх. Интересно, как у Анастасии Стоцкой складываются отношения с её напарником? Ведь её первый номер это иллюзия. Говорить о том, как шла подготовка к номеру иллюзия, вообще как бы не очень правильно, потому что он, я раскрою тогда все секреты. Вот. Могу сказать, что номер у меня не опасный. Так, ээээ, друзья, стоп, 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 стоп. Я, конечно, понимаю, что вам хочется узнать все тайны фокусов, но я дала обещание моему тренеру, Антону, что я не раскрою тайну, поэтому вам сюда нельзя. Как гласит старинная цирковая поговорка, помощники иллюзионистов живут недолго, но весело. На манеже Анастасия Стоцкая. И снова, я так понимаю, Борис, мы с вами увидим сейчас вместе с телезрителями элемент иллюзии. Вот это уже Антон Красильников, человек, отвечающий за иллюзию в нашем проекте. И Анастасия Стоцкая, которая будет ему ассистировать, но, как вы сказали ранее... Нет, она не будет ему ассистировать, она будет именно сама исполнять иллюзионные трюки. А, ассистировать ей будет Антон. Потому что, если можно было рассказать секреты этих фокусов, вы поняли, насколько это все сложно. Да, к сожалению, друзья, мы не можем раскрыть секреты фокусов. Стоцкая не разрешила. Нам запретила Анастасия Стоцкая и ее продюсер Филипп Стоцкий. Это яркая сцена. Называется она в магазине. Сколько раз мы видели Анастасию в магазине, когда она приходила. Вот так вот дорогие вечерние платья разбрасывала по разным углам детского мира. К любому трюку нужна определенная подводка. Потому что иначе трюк он не будет так выстреливать. Потому что, если бы просто он привел ее поставил в эту тумбу, то, ну, исполнили иллюзионный трюк и все. А здесь, в общем, сделано постановочно. То, что она так себя ведет, что ей это не нравится, то не нравится. Наконец, разбешенный продавец загоняет ее в примерочную кабину. И дальше смотрите, что происходит. Ну, ничего себе. Какая раскоряка получилась у Антона Крысинького. Да я бы сказал, что это у Анастасии. У Анастасии сейчас непросто, мне кажется. Я думаю, что она впервые находится в таком странном положении. Ну, я думаю, что человек, работающий в шоу-бизнесе, не в такие положения попадает. Вы знаете, да. Но все-таки это тяжело. Достаточно серьезная подготовка физическая нужна для того, чтобы не оторвались руки. Как вот в этом случае. Можно сказать, просто издевается Антон Крысиньков над Анастасией Стоцкой сейчас. Посмотрите. Сам должен обратить внимание, что тут нет никакой подмены. Двойника Анастасии Стоцкой пока нет. Да. Сумасшедший дом. Как такое могло произойти? Посмотрите. На 360 градусов отворачивает голову Антон. Уже на 720. Уже на 720. Здесь просто отвалилось. Да. Интересно, сможет ли Анастасия принять участие дальше в нашем шоу после такого номера? В следующих жанрах? Да нет, я думаю, что ей только поможет. Обратите внимание, с какой ненавистью Антон сейчас обращается к Анастасии. Извечный спор между артистами цирка и артистами эстрады. Яркий пример. Вы запомнили, в каком наряде она входила в тунду? Да, в моем черном костюме она заходила в тунду. Сейчас посмотрим, как она выйдет из этой ситуации. Руки в перчатках. Вот вам и трюк. Вот это да. Если учесть, не зная Анастасию, она без посторонней помощи одеться не может, то это, конечно, фантастика. Вот научили, научили на своей голове. Ну, каково, собственно, я хотел бы узнать и осуществовать отдельно от своей головы? Ты знаешь, я думаю, если бы так можно было существовать, можно было бы успевать гораздо больше. Дел. Пожалуйста, уважаемый жюри, голосуйте. Настя, удивительно артистичная, актриса, удивительно артистичная. Слушаться такого прекрасного лизиониста очень сложно. Она делает это великолепно. Но когда она будет на его месте, тогда мы поставим ей десятку. Ага. Спасибо большое. Анастасия Стоцкая, Атон Красильников. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаешь, я взял хуже, но вышло вот то, что надо. То, что все восьмерки, это, знаешь, это единодушие. Я мог, конечно, колдануть, и все десятки были бы, но это было бы нечестным, потому что остальные бы сразу обидели. Но ты все сделал супер. Не предаться. Если бы я не волновалась, было бы лучше. А это не было видно? Не, нормально. Хорошее начало, ребята. Начало. Супер. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 следующего номера заслуживает отдельного внимания. Дело в том, что вначале Денис Клявер и Стас Костюшкин, участники группы «Чай вдвоем», должны были ходить по канатам. Но все канаты плетутся из расчета на людей нормальной весовой категории. Из соображения безопасность ребят было решено оставить на семье, а канат расложить прямо на арене. Ты станешь, попробуешь, что ли? А что это такое? Вот надо вместе с ней сесть. Женька наступит сюда и встать. Если бы в цирке мы были, мы были бы нижними в акробатике. Это 100%. Потому что все остальные жанры, там желательно, чтобы мы были просто чуть-чуть поменьше и чуть-чуть полегче. А этот жанр, он как нельзя лучше подходит именно к нашей комплекции. Поэтому мы взяли то, что нам удобнее. Словно, переживаем за милых, красивых девчонок, за Женечку и Занечку, которых мы подкидываем периодически бедные девочки. Спасибо. Здорово. Здорово. А я представляю, как они волнуются, в счет того, что мы не профессионалы. Вот, казалось бы, девочку бросаем, она мне по голове ногой больно очень. Охо. Охо тоже. Я вроде маленькая. А знаете, сверху, 50 килограммов, тоже больно. И бросок. На плечи. Вот, вот, вот. Стас, Стас, ты идеальный. Вся вот эта цирковая профессия, она вся состоит из хитростек. Они отжимаются не руками, они отжимаются спиной. Потому что люди работают не один, а два и три представления в день. И выдержать именно вот так вот, без хитрости, это просто невозможно. Самое главное, что обидно, что это выглядит так легко и просто. Вот. Так что, дорогие зрители, пожалуйста, не заблуждайтесь. У нас это не будет так выглядеть, не переживай. Полит. Атак. Сегодня уже мы не дуэт, а квартет. И если мы найдем, а мы нашли эту гармонию, уже нам очень удобно с девчонками работать. Если мы почувствуем, знаете, именно не то, что это силовое упражнение, и не то, а это что это номер, что с идеей, с какой-то, с какой-то, с какой-то, с какой-то драматургией. Если мы сможем вот эту драматургию ввести в акробатику, то мы получим то, что мы можем. Они могли бы повторить карьеру братьев запашных, но кто бы тогда повторил их карьеру? Ласковые мои, нежные. Чай вдвоем! Ну что ж, дорогие телезрители, участники дуэта Чай вдвоем. Борис, прокомментируйте, что сейчас будет происходить. Ну, сейчас уже дуэт Чай вдвоем превратился в квартет. Не знаю, чай это или какое-то другое название. Да, очаровательные Женя и Аня сейчас будут помогать Денису и Стасу выйти из создавшейся ситуации. Да, с честью, прежде всего. Ну, уже кое-что необычное мы видим. Это костюмы вы имеете в виду? Костюмы. Наибольшее количество одежды на участнике Чай даем за все время существования на эстраде. Я сейчас и вижу на них. А зато костюмы очень хорошо подчеркивают эти фигуры. Потому что ребята в общем-то физически подготовлены очень хорошо. Я бы сказал переподготовлены даже в каких-то случаях. Просто настолько подготовлены, что их можно просто выводить и показывать. И уже будет интересно. Ну, очевидно, они, в общем-то, к этому и готовятся. Мало ли, вдруг репертуара не будет или еще подобное, что случится. Но то, что мы видим, это яркий пример циркового жанра акробатики. Я правильно понимаю? Да. Это даже, я бы сказал, танцевальный танц акробаты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрите, не получается сейчас. Вот. Я думаю, что за Дениса папа очень будет сильно переживать. Я думаю, что и за Стаса папа будет переживать. Посмотрите, какой элемент. И нелегко. Видно, что ребятам нелегко. Конечно. Ну, Денис, это папа закончил цирковое училище. Да что вы. Да, мы с ним вместе учились. Вы учились вместе с Ильей Олениковым? Да. Ну, вот видите, не только физическую подготовку, но и гибкость демонстрируют участники ДВЭТа ЧАЛЬБА. Я думаю, что жюри это отметят. Ребят, что сложное самое было для вас? Самое сложное было поймать их. Они очень маленькие, а у меня зрение плохое. у меня. Уважаемые жюри. Уважаемые жюри, прошу вас, выставите оценки этому номеру. АПЛОДИСМЕНТЫ 7788. Такие оценки. Екатерина Стриженова, прокомментируйте. Если говорить о коэффициенте сложности упражнений, которые выполняли сами ребята, чай вдвоем, то это на семерку. А если говорить об обаянии девушек, которых они не уронили, то это на восьмерку. Здравствуйте. Мама, я в цирке был бесплатно. Если бы они знали, что у вас репетиция, я бы вам по 10 послал. Нет, супер, молодцы. Отличный сургат. Да нет, ну мы все молодцы. С вами. Первый этап соревнований подошел к концу. Позвольте пригласить участников на манеж. На манеже сверхновые звезды цирка. Я хочу поздравить вас с началом марафона. И извиняться мне не за что. Я старалась быть объективной, если это возможно. Старалась как зритель реагировать на то, что происходит на этой сцене, на этом ковре. И мы выбирали сегодня и судили номера, которые вы показывали. Я поздравляю вас всех с началом. Браво. Спасибо за праздник. Вы все суперзвезды в своей основной работе. Но я надеюсь, что вы еще и станете суперзвездами манежа. И спасибо вам за то, что вы полюбили цирк. Ну что, друзья, давайте подведем итоги первого соревновательного дня на шоу «Цирк со звездами». Абсолютный лидер. 40 баллов. Максимальная оценка. Ее получает Евгений Стычкин за свой акробатический номер на ремнях. На втором месте у нас Сергей Лазарев, набравший 37 баллов. С номером «Жонглер с тарелочками». Третье место. Загадочный и мистический Ефим Шифрин. 36 баллов. Ну и замыкает нашу турнирную таблицу. Жанна Фриске. 26 баллов поставили ей члены жюри. Участникам, набравшим наименьшее количество баллов, мы будем вручать поощрительные призы, наборы косметики и подарочные сертификаты от нашего спонсора, представляющего парфюмерно-косметическую сеть магазинов «Армат Престиж». А теперь я хотел бы обратиться к нашим телезрителям. Дорогие друзья, голосуйте, голосуйте. Потому что, чтобы голосовать, вам нужно отправить смс с номером вашего любимого участника на короткий телефонный номер 7008. Или позвонить по телефону, где две последние цифры являются номером вашего любимого участника. Дорогие друзья, мы прощаемся с нашими звездами до следующей недели. Впереди второй этап соревнований. С вами были Иван Кургал. И Александра Волковская. До следующей недели на встрече цирки со звездами. Я напоминаю, друзья, что в течение первых шести шоу участники соревнуются даже не сколько друг с другом, сколько сами с собой. Потому что именно по итогам шести выступлений и представленных номеров шести цирковых различных жанров будет определен тот самый номер, с которым участник выйдет в четвертый финал, в котором он уже будет бороться со своими фигурентами. Уважаемые телезрители, спасибо вам за внимание. Я напоминаю, что комментировали сегодняшнее шоу «Цирк со звездами» и заслуженный артист России Борис Медотов. Спасибо огромное, Борис, вам. Спасибо вам, что вы нас пригласили на эту программу. Мы очень счастливы и надеемся, что цирк от этого только выиграет. Спасибо огромное, Борис. До следующей недели. Ну а помогал Борису комментировать сегодняшнее шоу бородатая женщина Иван Ульгольд. Субтитры создавал DimaTorzok